Первый, кто победит в Олимпу, значит у него большие шансы победить уже во всю эту войну. Это второй интерес России и армии Асада контролировать полностью Олимпу и закрыть, можно сказать, если они смогут закрыть 100% границу с Турцией, чтобы закрыть последний коридор с Турцией для помощи умеренной оппозиции. А шансы, чтобы остальные люди в городе Олимпу, чтобы не покинуть город, это просто прекращает эти бомбардировки от объятий Асада и российских объятий. Много жертв и много беденцев двигаются границы с Турцией, и чтобы объять это давление на Турцию и на европейские страны. Если сказать, что умеренная оппозиция для России это значит бра-турецкие силы, то другие страны смотрят, что Асад это бра-российские и бра-иранские силы. Трудно сказать, что будут какие-то страны вмешивать в прямой мысли, чтобы участвовать в этой войне или поддерживать Олимпу. Но если продолжается эта человеческая катастрофа, которая происходит в городе, Олимпу можно сравнить с Беларусью и Гуславией. Все равно принесли 20 лет назад. Самое, что происходит сейчас, точно геноцид против арабий, которые живут в Олимпу. Мы не знаем еще, после этой войны или после этой бомбардировки режима Асад с помощью российской авиации останется этот город или нет. За последние две недели, можно сказать, что самые жесточные удары авиации и артерии режима Асад были направлены на город Олимпу.